Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают денег для Чейз, фонда для детей больных раком. Крис, как и Джеймс Эванс, прошел путь от хулигана с Радио 1 до милого парня с Радио 2. А в начале января он оследовал одну из знаменитейших радиопрограмм Британии, которую раньше вел Терренс Воган. В 1967 году он стал одним из самых крутых диджеев на только что открывшемся Радио 1. До конца 60-х, начала 70-х он доминировал на радиоволнах полуденных эфиров, сражаясь с жиром, но, к сожалению, проиграл. Это бывает. Затем он перешел на утренние эфиры, где и работал 27 лет. Злит он меня, просто злит. Атери хочет заработать денег для своей благотворительной программы «Дети в нужде». Итак, Кристофер и Терренс, вы всего в 12 вопросах от чека на 1 миллион фунтов, которые уйдут на благотворительность. А помогут их добыть наши подсказки 50 на 50, звонок другу, или помощь нашего пестрого зала. Надо сказать, юный мистер Терренс уже попросил своих радиослушателей о помощи. И если хорошо сыграет, значит, помогли его поклонники. Наши звезды, как всегда, должны вдвоем соглашаться на окончательный ответ или подсказку. Если дело дойдет до драки, я ставлю на молодого. А если до хитрости, то я поставлю на ветерана. Удачи, Крис и Терри. Мы начинаем игру «Кто хочет стать миллионером». Итак, наш первый вопрос на 500 фунтов. Какое из этих слов означает густую, спутанную массу волос? Сток, скирда, копна, куча. Что думаешь? Думаю, копна. А ты как думаешь, Терри? Я думаю, будь здоров, Крис. Это, как ты мудро заметил, копна. Копна волос. Служновато для первого вопроса. Бросьте. Очень хитрый вопрос. На 500 фунтов? Давай дадим ему деньги и пойдем дальше. Ты сам бы мог ответить? Ты же придумываешь вопросы, чтобы отомстить людям, которых считаешь гораздо выше себя по положению. Ответ окончательный? Думаю, да. А ты? Да. И верный у вас 500 фунтов. Молодец. Спасибо. А второй вопрос даст вам несгораемую тысячу. Но! Хочу предупредить, чтобы вы не переживали. Предупредить, что это последний шанс уйти домой ни с чем. Ненавижу, когда ты так говоришь. Спасибо. Зря я пришел. Надо было позвать кого поумнее. Итак. Второй вопрос на одну тысячу фунтов. Последний шанс уйти ни с чем. Вопрос. К какому городу ближе всего стоит скульптура Ангел Севера? Очень сложный вопрос. Эдинбург. Престон. Нью-Кассел на тайне. Йорк. Уже не сложный. Да. Ты знаешь ответ. Ты знаешь. Я положусь на тебя. Давай скажем вместе. Но ты моложе. Ладно. Нью-Кассел на тайне. И я хотел так сказать. Ответ окончательный? Да, 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 да. Дальше будет хуже. Ответ верный. У вас тысяча фунтов. Ты справился. Молодец. Спасибо. Мы отлично играем, да? Несомненно. Сомневаться полезно. Крис, почему Чейз? Я как-то жил недалеко от этого хосписа. Он основан в честь молодого парня Кристофера, которого уже, к сожалению, нет с нами. Это детский хоспис. Хосписы вообще фантастические. Но когда заходишь в хоспис Чейз и видишь, что они делают для детей, и как он нужен детям, и как он нужен родителям, и родным детей, ты, во-первых, удивляешься, а во-вторых, становишься благодарным за каждый день своей жизни. Ведь они стараются помочь больным детям. Поэтому я всегда им помогал, как и другие люди. Эта организация существует исключительно на пожертвования, а денег на такую работу уходит много. Это начало пути. Да, начало. Деньги пойдут на доброе дело. Терри, дети в нужде. Когда все началось? В 80-м. Тогда вышла первая программа. Вы делаете фантастические вещи. Ее придумали Сью Лоули и Эстер Рэнсон. И да, с тех пор британские граждане пожертвовали больше половины миллиарда фунтов. В прошлом году, несмотря на всемирный финансовый кризис, британцы пожертвовали рекордную сумму. 38 миллионов 400 тысяч. Но чтобы помочь всем нуждающимся детям, надо примерно раз в 10 больше. Но это уже помощь. Каждый пенни, который дают люди, мы передаем нуждающимся детям. Ну и какова ваша цель? Знаю, вы это обсуждали. Ты даже на радио говорил. На какую сумму нацелились? Надо было отрепетировать, да? Да. А то мы вышли такие, не зная, что будет. Да? У меня друзей нет. Совсем нет. Так что... Перестань. Нет, правда. Это неправда. На вершине жизни одиноко. Но Крису этого не понять. Мне внизу хорошо. В общем, наша цель – получить миллион. Чем мы и занимаемся. Одну половину получит он, а вторую – я. И мы очень расстроимся, если этого не выйдет. Да, конечно, расстроимся однозначно. А кто из вас двоих умнее? Мы оба. Я бы сказал, Терри – точно. Да уж. Умнее меня. Нет, но спасибо. А я только задаю вопросы. Мне быть умным не надо. Ладно, я понял вашу китрость. Хотите заболтать меня, чтобы ничего не спрашивал, да? Жаль, я не смог остановить твою болтавню много лет назад. Тогда я был бы еще богаче. Я бы тоже, если бы тогда получилось. Итак, третий вопрос и две тысячи пунктов. Не забывайте о подсказках. Какой из этих пудингов обычно делают из сала? Что с тобой? Ничего, вспоминаю прошлое. Ясно. Хлебный пудинг. Пудинг с изюмом. Еще вспоминаешь? Теперь уже твое прошлое. Да, нет. Да, об этом. С Рождеством, Крис. Продолжим. Королева пудингов. Яблочная шарлотка. Ладно. Я думаю, что это, наверное, пудинг с изюмом. Я не знаю. Я ждал, что появится пудинг из почек, но его нет. Насколько ты уверен? Ты вообще уверен? Ну, точно не хлебный. Да. Королева пудингов вся такая с вареньем, да? А шарлотка есть шарлотка. С изюмом. Думаю, надо взять 50 на 50. Знаю, рано. А, по-моему, не надо. Ладно. Ладно, давай. Нет, я... Давай, давай. Ну, просто... Ты не согласен? Нет, согласен, но не знаю. Да. Ладно. Что думаешь, ты тут главный? Возьмем подсказку, если хочешь. Но еще рановато. Да, очень рано, да. Люди сейчас кричат в телевизоры. Точно. Но когда сидишь в этом кресле, все по-другому. Верно. Тут надо принимать решение. Вопрос простой, но мы не знаем. Да. Мы не разбираемся в пудингах. Нет. Варенье в сало не кладут? Да. Так не бывает? Да, ладно. Мы выбираем пудинг с изюмом. Что скажешь? Да, пудинг. С изюмом. Вы обсуждали, будто вопрос на миллион. У вас всего тысячи, а вы спорите, брать ли подсказку? Значит, пудинг с изюмом. Однозначно. Ответ окончательный? Да. Да. Ответ верный. Ура! У вас две тысячи фунтов. Слава Богу. Как вы себя чувствуете? А то я переживал. Перестань. Нет, правда. Вы зашли такие самоуверенные, а сейчас уже нет. Тебе показалось. Ты увидел в нас себя. Терри был самоуверен. Я спокоен. И уверен вот в нем. Да. В настоящий момент вопросы даже слишком просты для Терри. Да. Гордыня – признак дурака, помнишь? Ты сам придумал. Твоя фразочка. О, да. Только что придумал? Конечно. Прямо на ходу. Мы ждем вопросы про латынь и греческий. Да. Мы ждем глубоко интеллектуальные вопросы. Будь добр. Организуй. Ладно. Правда, я держал их для кого-нибудь поумней. Итак. Четвертый вопрос и пять тысяч фунтов. Не забывайте о подсказках. Какой теннисист стал победителем в мужском зачете Умблдонского чемпионата 2009 года? Роджер Федера, Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Лейтон Хивит. Я неожиданно вспомнил, что ты был там, как зритель. Да, я был готов сыграть в любой момент, но я не видел мужской зачет. Ты ходил на женщин? Я их. Предпочитаю. Ясно. Вы играл Джокович, да? Я просто спросил. Ну, попробуй еще раз. Ладно. Может, Надаль? Разве? Но он не играл. А ты знаешь больше, чем показываешь. Может, Лейтон Хьюит? Нет, он австралиец. А значит, РФ? Роджер Федера. Ты согласен? Из Швейцарии. Если ты уверен... Нет, я вообще не уверен. Совсем. А уверен, что Надаль не играл? Даже не знаю. Сомневаюсь. Ладно. Кто-то ходил посмотреть, как Федерер пробьет свой рекорд. То есть, его рекорд, и этот человек был Пит Сампрос, верно? Федерер выиграл или нет? Справился или нет? Думаю, справился. Насколько процентов уверен? Я... Как ты знаешь, у людей моих лет память ослабевает. О, нет! Но вопрос такой простой. Мы должны легко ответить. Должны, но... Должны, но... Сам понимаешь, не хотим рисковать деньгами для наших фондов. Да, я думаю, он мог выиграть. Вот именно. Мы должны знать точно. Мы не можем вылететь так рано. Это точно не Новак Джокович. И точно не Лейтон Хьюитт. Но если возьмем 50 на 50, нам дадут выбор между Федерером и Надаль. Это вовсе не обязательно, Терри. Да, знаю я вас. Я думаю, Роджер Федерер. Подсказки брать не будем? Думаю, не стоит. Может, спросим зал? Нет. Нет? У тебя есть друг, знающий спорт? О, да. Можно узнать точный ответ, но стоит ли тратить подсказку? Да. Другого вопроса про спорт не будет. Да? Сомневаюсь. Но мы потеряем звонок другу. Вот проблема. Да, точно. Ты знаешь об этой игре больше, чем кажется. Но он когда-нибудь уйдет с поста. Я бы на твоем месте и не надеялся. Да, похоже, игра затянется. Какой теннессист стал победителем в мужском зачете Уимблдонского чемпионата 2009 года? Федерер, Надаль, Джокович, Хьюитт. Вопрос на 5000 фунтов. Думаю, Роджер Федерер. Ладно, хочешь ответить? Да, надо так и ответить. Уверен? Не уверен, но думаю, надо ответить. Я тоже не уверен. Ладно, тогда позвоним другу. Или спросим за? О нет, только не спрашивайте нас. Мы ответим Роджер Федерер, да? Я не знаю. Ну тогда звони другу. Давай. Ты не любишь откладывать, да? Не люблю. Звони другу. Если ты не рад, если сомневаешься... Нет, я сомневаюсь только если ты не уверен. А если ты уверен, ответим Роджер Федерер. Я не знаю. Роджер Федерер. Ну вот, Роджер Федерер. А ответ окончательный? Да. Да. У вас было три подсказки. И вы хотели выиграть миллион. Не верю своим глазам. Вы выиграли 5000. Надо отменить вызов такси. Мы тут надолго засели. Не знаю, как ты, а во мне эмоций не осталось. Ну надо же. Здесь всегда так? Нет, здесь так вообще не бывает. У вас 5000 фунтов. А мы чуть не поссорились. Это точно. Мы были так далеко от ссоры. Чуть зубы друг другу не выиграл. Итак, у вас три подсказки. После этого пойдет легко. У вас три подсказки. А пятый вопрос может удвоить выигрыш. Он стоит 10 тысяч. И вы в трех шагах от 50 тысяч. Взгляните на пятый вопрос и скажите, что будем делать. В каком штате Америки родился Барак Обама? Гавайи, Аляска, Джорджия, Делавер. Точно не в Делавере. И не в Аляске. Я думаю, он жил на Гавайях. Молодец, там здорово. Но вряд ли он там родился. Думаю, он родился в Джорджии. Я не знаю ответ. Понятия не имею. Мы думаем Джорджии. Не мы, а ты, Терри. Крис не уверен. Ну, на все вопросы отвечал я. Да, Крис покажет себя позже. Обама жил на Гавайях, и он точно не родился в Делавере. Или Аляске. Я думаю, Джорджия. Ладно. Ладно. Джорджия и все тут. Джорджия и все тут. Прямо как в песне. Ответ окончательный? Да. Да. У вас было пять тысяч. Но вы проиграли. Четыре из них. Ничего страшного. Ну да. Будет день, будет пища. Как насчет до свидания и... Передай жене привет. Вы же столько недель готовились. О нет. Он все-таки родился на Гавайях. Да. А я думал, он там жил и родился в Джорджии. Да, он там жил. Потому что там и родился. Но, Крис, ты молодой и умный. Зачем поверил? Похоже, я тебя подвел. Нет, ты нас не подвел. Значит, я подвел тебя. Мне тоже так кажется. Но за это я не переживаю. Я переживаю, что подвел Криса. Извини. Они забирают тысячу фунтов для своих фондов. А верный ответ был Гавайи. Надо было позвонить другу. Ничего. Если живешь мечом, от него и погибнешь. Точно. Но очень жаль. Что ж, проводим их аплодисментами. Спасибо. За то, что пришли. Ничего не переживай. Аплодисменты, аплодисменты. Спасибо, спасибо. Они старались. Но выиграли всего одну тысячу. А мы встречаем наших следующих гостей. Сестер Калин и Марин Нолан. Здравствуйте, девушки. Отлично выглядите. Привет. Все будет хорошо. Надеюсь. Все будет хорошо. Мы ненадолго. Садитесь. Какие высокие. Вы сели в кресло. Начало положено. Хорошо. К сожалению, мы не смогли позвать всех сестер Нолан, потому что здесь всего два места. Калин присоединилась к своим поющим сестрам в 80-м году и официально стала одной из группы Ноланы в возрасте 15 лет. И хоть ее дебют состоялся еще в 9, на выступлении с сестрами она спела с Грифом Ричардом. Также Калин недавно стала звездой телевидения, где вела программу «С добрым утром», затем передачу «То, что надо», а сейчас известна как «Одна из свободных женщин». На самом деле она участвует в этой передаче уже целых 9 лет. Калин пришла, чтобы заработать денег для фонда «Сары Хоуп». Марин, старшая сестра Калин, начала петь вместе с другими сестрами Нолан, когда ей было всего 9. Они выступали в школах и клубах. В 74-м году они стали сверхзнаменитой и их начали приглашать во все популярные передачи. А в 79-м вышел их мега-хит под названием «Я хочу танцевать», который вышел в топ-хит парадов. Как и три другие сестры, Марин долго играла главную роль в мюзикле «Братья по крови». Официально группа Нолана распалась в 2005-м. Но Марин, Калин, Берни и Линда недавно воссоединились, чтобы провести большой тур по Британии. Марин отдаст свою половину сегодняшнего выигрыша на борьбу с болезнью Нимана Пика в Британии. Кажется, я всем сказал. Калин и Марин хотят выиграть миллион фунтов и выиграют, если ответят на 12 вопросов. В чем им помогут три подсказки? Напомню, игроки должны согласованно давать ответы и принимать все решения. Все замолкаю, пока не нарвался. Итак, Калин и Марин, удачи! Мы начинаем игру «Кто хочет стать миллионером?» И наш первый вопрос стоит 500 фунтов. В какой стране деревенских неотесанных жителей называют «Хиллбилли»? Южная Африка, Соединенные Штаты, Ирландия, Австралия? Хочется сказать «С». Точно. Я думаю «Б». Да, однозначно «Б». Да. США. Ответ окончательный. И верный. У вас 500 фунтов. Ура. Как страшно. Калин Нолан, впервые вижу, как вы нервничаете. А тут никому плохо не становилось? Нет. Я буду первой. Пожалуйста, не надо. Не могу обещать. Нельзя. Вы ведь уже взрослая. Ладно, только для вас. Спасибо. У вас 500 фунтов. А второй вопрос даст вам несгораемую тысячу. Но, предупреждаю, это последний шанс уйти домой ни с чем. Не бойтесь. У вас есть три подсказки. Второй вопрос даст несгораемую сумму. Какое из этих имен больше других ассоциируется с куполом цирка? Джон Миллс? Бертрам Миллс? Фредди Миллс? Гордон Миллс? Почему вы смеетесь? Истерически. Я не знаю ответа ты. Нет. Ты должна знать. Ты же умная. Какое из этих имен больше других ассоциируется с куполом цирка? Точно не Гордон и не Джон. Да. Фредди Миллс? Бертрам Миллс? Кажется, Бертрам. Надо ответить верно или меня домой не пустят. Нет, правда. Думаю, это Бертрам, но не уверена. Ответ окончательный? Нет. Простите. А должен быть? Я думаю, Бертрам. Если я ошибусь, то убью вас, Крис Таррент. Нет, я думаю, это Бертрам Миллс, но очень боюсь отвечать. Фредди Миллс. Фредди. Бертрам звучит лучше. Ответим, Бертрам? Если ошибемся, можно еще раз? Нет. Пожалуйста. Нет. Может, спросим зал? И потратим подсказку? Может, скажем, Бертрам? Нет, я не хочу его говорить. Если уйдем ни с чем, я повешусь. Почему все смеются, будто ответ так очевиден? Вопрос совсем простой, да? Я думала, Бертрам, когда появились ответы. Ладно, ответим, Бертрам. Только не вини меня. Бертрам Миллс. Ответ окончательный? Да. О, нет, Крис, нет. Если мы уйдем ни с чем, я не буду с вами разговаривать и смотреть вашу программу. Ответ верный. У вас тысяча фунтов. Почему ты думала, что не знаешь? Сама не знаю. Устраивайтесь поудобнее. Это надолго. Итак, у вас тысяча фунтов. Калин, Марин, давайте поговорим о ваших фондах. Начнем с фонда Сары Хоуп. Да. Саре было всего 14, когда у нее обнаружили взрослую форму рака, что бывает крайне редко. И в 16 она, к сожалению, умерла. Тогда ее родители открыли фонд Сары Хоуп, которая любила проводить много времени с родными, выезжать на природу, но понимала, что у многих людей нет такой возможности. Тогда ее родители купили большой участок земли и собрали деньги, чтобы построить там дом, куда могут приезжать в отпуск семьи с детьми и подростками, у которых обнаружен рак. Все расходы оплачивает фонд, и чтобы они просто хорошо провели время, забыв о всех проблемах и болезнях. Для семьи это, наверное, так же важно, как и для ребенка. Да, это точно. Да. Марин, фонд борьбы с болезнью Нимана Пика. Это болезнь малоизвестна, и правительство не финансирует ее изучение. Это что-то типа детского маразма, вроде болезни Альцгеймера. И никто не ожидает такого у детей. Да, да. И сейчас мы собираем деньги для Калама, прекрасного мальчика из Бэкпула, где я живу. У него это болезнь. И мы собираем деньги на его лечение и борьбу с болезнью. Вот так. Ясно. Итак, у вас тысячи фунтов. И все три подсказки. А третий вопрос стоит две тысячи фунтов. В каком из этих занятий больше всего пригодится ответ? Выпечка торта, поклейка обоев, мойка окон, чтение книг. Поклейка обоев. Я о нем слышала. Я рад. Я про выпечку торта. Да, я о ней тоже. Нет, я про отвес. Я слышала про отвес. Поклейка обоев, а может, чтение книг? Нет, интуиция говорит, поклейка обоев. Но прошу, не слушай, что я говорю. Так хочется спросить зал, но вопрос, наверное, очень простой. И они выглядят очень умными. Они всегда так выглядят. Выпечка торта, мойка окон. Но точно не чтение книг, да? Ты же читаешь без всякого ответа. Как вообще чтение назвали занятием? Отвес, отвес. А как это еще назвать? Мойка окон, выпечка торта. Должно быть поклейка обоев. Не знаю, не знаю. Мойка окон, поклейка обоев. Мойка окон, поклейка обоев. Давай сбросим зал, мы не уверены. Да. Ладно. Итак, зал, возьмите пульты. Вопрос на 2000 фунтов. В каком из этих занятий больше всего пригодится отвес? А, на ваших пультах выпечка торта. Б, опоклейка обоев. С, мойка окон. Д, чтение книг. А, Б, С и Д. Голосуем. Большой процент. Да, значит, мы так и ответим. Вы сразу так и хотели. Интуиция подсказывала. Да, знаю, но здесь гораздо страшнее, чем когда сидишь дома в тапочках. И с ответом. И кричишь в телек, ты идиот. А теперь тот идиот, я. В общем, наш окончательный ответ, Б. Ответ верный, у вас 2000 фунтов. Видите, Калин, все просто. Согласна. Все хорошо. Смотрите, что я сделала. Отгрызла два ногтя. На двух вопросах, которые знали. Точно. К концу передачи ногтей не останется. Что ж, это хороший знак. Если съедите все 10 ногтей, выиграете минимум 150 тысяч. Точно. Итак, у вас 2000 фунтов, а четвертый вопрос стоит 5000. И у вас еще две подсказки. Роль в каком мюзикле? Похоже, они знают ответ. Получила Джуди Пренгер, пройдя конкурсный отбор в 2008 году. Юг Тихого океана. Кабаре. Оливер. Вестсайская история. Сейчас они точно ответят. Оливер. Ответ окончательный? Да. Я так рада. Ответ верный, у вас 5000 фунтов. У вас 5000 фунтов и целых две подсказки, и вы в двух шагах от 50 тысяч. Мы разыгрались. Да, да. А наш пятый вопрос стоит 10 тысяч фунтов. У какого вымышленного персонажа был попугай по имени Полинезия? У Гологамич. Нодди. Доктор Дулиттл. Вилли Вонка. Доктор Дулиттл. Думаю, ты права. Доктор Дулиттл. А может, Вилли Вонка? Не знаю. У Вилли Вонка не было попугая, да? Все может быть. Пугало Гаммедж. Это же пугало попугай. Испугался бы. Пугало отпугивает псиц точно. У Нодди была красная машинка. Умница. Может, с ней был попугай? Не знаю. Но я не поклонница Нодди. А вот Вилли Вонку я люблю. Ведь он владелец шоколадной фабрики. Мы столько раз видели этот фильм. Видели. И я не помню, там попугая по имени Полинезия. Разве у него на плече нет? Нет. Не помню, чтобы у него был попугай. У доктора Дулиттла был, мне кажется. Кажется. Поверь инстинкту. Даже если он ошибается. А он часто ошибался, Крис. И мы ответим, доктор Дулиттл. Да? Вместе? Да. Ответ окончательный. Она говорит окончательный. Вы согласны? Окончательный? Да. О, мы ошиблись, и будет ужас. Ну, Крис, не тяните резину. Нет, прошу, а то я вас стукну. Калин. Что? Вы выиграли 10 тысяч. У Ноди была красная машинка. Умница. Может, с ней был попугай? Не знаю, но я не поклонница Ноди. А вот Вилли Вонку я люблю. Ведь он владелец шоколадной фабрики. Мы столько раз видели этот фильм. Видели. И я не помню, там попугая по имени Полинезия. Разве у него на плече не... Нет, не помню, чтобы у него был попугай. А у доктора Дулитла был... Мне кажется. Кажется. Поверь инстинкту. Даже если он ошибается. А он часто ошибался, Крис. И мы ответим доктор Дулитл. Да? Вместе? Да. Ответ окончательный. Она говорит окончательный. Вы согласны? Окончательный? Да. Мы ошиблись, и будет ужас. Ну, Крис, не тяните резину. Не надо. Прошу, а то я вас стукну. Калин. Что? Вы выиграли 10 тысяч. Ура! Ура! Класс! Вы как-то выиграли 10 тысяч. Я не выдержу. И вы в двух шагах. Нет, выдержите. Вам уже нравится игра. И читайте по губам. Вы в двух шагах от 50 тысяч. Просто чудесно. Но проще ребенка родить. После нашей передачи. У вас 50 на 50. И звонок другу. Вы в двух шагах от 50 тысяч. Рожать будете потом. Итак, шестой вопрос. Вспотела. И 20 тысяч фунтов. Серьезные деньги. В каком английском грабстве находится усадьба Ранни Мид, где была подписана Великая Харти Вольностей? Норфолк? Корнуул? Суррей? Камбрия? Суррей. Почему киваете? Суррей. Однозначно. Ответ окончательный. Суррей. Откуда знаете? Знаем, я там была. Вот, я точно была. Это было в 1215-м. А ваша группа появилась на несколько лет позже. Нет, я уверена, ответ окончательный. Ответ окончательный, Суррей. Ответ верный. Вас 20 тысяч. Отлично. Молодцы. Мне нравится. Вас до сих пор любят в Японии? Очень. Правда? Столько фанатов, больше ни у кого в Японии нет. Когда мы туда ездили, было еще больше. Но диски продаются хорошо. Вы продали больше 20 миллионов альбомов? Да. Значит, вы очень богаты. Нет. Но эта история уже другой передачи. Все понятно. Забыли, ладно. Это история для вашей передачи. Да. У вас 26 тысяч. А седьмой? Не думаю, что скажу, но седьмой вопрос стоит 50 тысяч. Вы не думали, что мы доберемся. Так же, как и вы. Это точно. Вы тоже не думали? Да. Но, напоминаю, вы можете потерять 19 тысяч. Прошу, не надо. У вас 20 тысяч. А еще у вас две подсказки, чтобы выиграть 50 тысяч. 50 на 50 и звонок другу. Вы хорошо идете. Шансы есть. Итак, седьмой вопрос и 50 тысяч фунтов. В каком море находится остров Тартуга? В Средиземном? В Красном? В Карибском? В Южно-Китайском? Вопрос на 50 тысяч. Есть две подсказки. Я про такой остров не слышала. Если это поможет... Красная Карибская, Южно-Китайская. Думаю, надо звонить другу. Например, Кэт. Кэт. Да. Давай. Кто это? Одна знакомая, учитель географии. А вот мне позвонить некому. Во-первых, у меня мало друзей, а во-вторых, среди них мало умных людей. Поэтому позвонить некому. Надо звонить иначе. Да, Кэт, учитель географии. Я ее обожаю. Честно вам скажу. Сейчас и посмотрим, насколько. Да. Марин, говорить будете вы? Нет, пусть говорит Калин. Почему? Она же вредная. А я буду вот так говорить. Что-то. Ладно, Калин, тогда говорить будете вы. Как-как? Тартуга? Тартуга. Итак, 30 секунд. Сказать, что вопрос на 50 тысяч? Нет. Испугается? Да, может. Ладно, я обойду этот момент. Итак, звоним Кэт. Алло. Кэт? Да. Крис Торрент, добрый вечер. О, привет. Привет, как дела? Спасибо, неплохо. У нас тоже. С нами играют Марин и Калин. И хорошо идут. Хорошо. Но они застряли на одном вопросе. Надеются, что вы подскажете верный ответ. Ясно. Сейчас Калин задаст вопрос и прочитает вариант ответа. У вас будет 30 секунд. Итак, сейчас вы слышите Калин. Удачи и время пошло. Кэт, в каком море находится остров Тортуга? В Средиземном, Красном, Карибском или в Южно-Китайском? Повтори вопрос. В каком море находится остров Тортуга? В Средиземном, Красном, Карибском или в Южно-Китайском? Остров Тартуга. 10 секунд. Думаю, он, наверное, в Карибском. Насколько ты уверена? А можешь повторить варианты? Нет. Она нам не близкая подруга. Вы же ее любили всего 30 секунд назад. Не так ли? Она думает в Карибском. Придется взять 50 на 50. Ладно, компьютер, уберите два неверных варианта, оставив Морин и Калина. Один верный, один неверный. Карибская, как она сказала, и южнокитайская. Название больше карибинская. Карибанская. Больше, чем китаянская. Тартуга. 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 Остров в жизни не слыхала. Ну, можно рискнуть. Тысячи все равно есть. А может, рискнем и выиграем 50? Мы же правы. Что скажешь? Думаю, надо рискнуть. Я тебя обожаю. Мы решили рискнуть. Карибская. Ответ окончательный. Ответ окончательный, Карибская. Обе согласны. Ответ окончательный. Ответ окончательный. Все передумать нельзя. Мне плохо. Мне это не нравится. Вы выиграли 50 тысяч фунтов. Господи. 50 тысяч фунтов. Господи. Будем считать это бонусом. Как это вообще получилось? Даже не знаю. 50 тысяч. Мне плохо. Вы, наверное, уже забыли вопрос про ответ. Естественно. Мы думали, если дойдем до 50, будет просто фантастика. До 50 тысяч? Да. А вы не думали, что мы дойдем до 50? Я постоянно думал. Нет, не думали. А я вас не сомневался. Вы думали, не больше тысячи. Да, он сказал, будет бойня. Точно, будет бойня. И я был прав. Вот, смотрите, что вы сделали. И это минимум, который вы сегодня заберете с собой. Возьмете в руки-то? Нет, нет, мы пойдем дальше. Как скажете. Да, да. Ладно. У вас 50 тысяч. Вы спокойны? 50 тысяч. Нет, совсем не успокоилась. Я вся дрожу. Наши фонды. Давай, можешь поплакать. Вы вернетесь домой с высоко поднятыми головами. Впервые в жизни. Точно. Итак, у вас 50 тысяч, и это минимум, который вы заберете. Но на восьмой вопрос вы должны ответить, хоть у вас нет подсказок, но вы уже ничем не рискуете. Он стоит 75 тысяч фунтов. Слушаем. Как зовут первого лорда Адмиралтейства в оперете Гилберта и Салливана кораблю Величества Фартук? Сэр Ричард Чолменли? Мерготроид? Сэр Джозеф Портер? Сэр Бейли Барр? Я без понятий. И я. Очень жаль. Но вы знаете Гилберта и Салливана? Как зовут первого лорда в оперете Гилберта и Салливана? Думаешь, если перечитать поможет? Иногда помогает, что-то щелкает в голове. Сейчас щелкнуло? Нет. Но могло. Мистер Ричард кто? Чолменли. Чолменли. Так читается? Да, Чолменли. Все просто. Но написано Чолмон-дли. Но читается по-другому. Только не спрашивайте, почему. Сэр Деспорт. Мерготроид Сэр Бейли Барр. Не думаю, что Сэйли Дэ. Почему? Не знаю, почему. Я думаю, Ричард Чолменли. Правда? Да. Потому что имя ужасно пишется. А Сэр Деспорт Мерготроид звучит глупо. Да, но она хотя бы пишется нормально. Ладно. Тогда мы выберем Сэра Ричарда. Что думаешь? Мы выберем Дики Чолмли. Дики Чолмли. Привет, Дики. Что думаешь? Давай выберем. Давай. Мы не знаем. Мы все равно будем гадать. Ответ окончательный? Окончательный. У вас было 50 тысяч. И осталось 50 тысяч. И осталось 50 тысяч. Верный ответ Сэр Джозеф Портер. Должен сказать, было круто. Аплодисменты. В Ноланы забирают 50 тысяч пунктов. На русский язык программа озвучена компанией Видеофильм ТВ по заказу телекомпании Стрин в 2012 году. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...